Здравствуйте! В этом видео я хочу показать вам довольно простые неравенства, для того чтобы вы лучше поняли, что такое неравенство и принцип их решения. Предположим, нам нужно решить вот такое неравенство. х-535. Давайте найдем все значения х, которые удовлетворяют данному неравенству. В этом и есть основное отличие неравенства от уравнений. В уравнениях обычно всего лишь одно или два значения переменной, которые удовлетворяют уравнению. Для неравенств существует целое множество значений переменной, которые ему удовлетворяют. В этом задании у нас спрашивают, при каких значениях х выражение х-5 меньше 35. Например, если х равен 0, 0-5 меньше 35. Или, предположим, х равен 5, 5-5, 0, а 0 также меньше 35. Таким образом, существует огромное количество значений х, при котором это неравенство верно. А значит, нам нужно записать такой ответ, который бы охватывал все множество значений х, удовлетворяющих этому неравенству. Как же нам это сделать? Мы просто должны решить это неравенство как обычное уравнение. Нам нужно привести это выражение к такому виду, чтобы слева у нас было только значение с х. Для этого нам нужно избавиться от минус 5 в левой части. Поэтому давайте прибавим 5 к обеим частям неравенства. От этого значение неравенства не изменится, и знак меньше так и останется. Если что-то меньше чего-то, то первое что-то плюс 5 будет все равно меньше второго чего-то плюс 5. Итак, в левой части у нас останется только х, поскольку минус 5 и 5 в сумме дают 0. х меньше чем 35 плюс 5, то есть х меньше 40. Вот это и есть решение. Теперь давайте изобразим множество значений, удовлетворяющих данному неравенству на числовой прямой. Сейчас я нарисую числовую прямую. Допустим, здесь у нас будет 40, 41, 42, а здесь будет 39, 38 и т.д. Согласно нашему ответу, при любом значении х, которое меньше 40, данное неравенство верно. х не может быть равен 40. Если х равно 40, то 40-5 – это 35, а 35 не меньше 35, значит, х должен быть меньше 40. Чтобы показать, что число 40 не входит во множество значений, удовлетворяющих неравенству, мы рисуем пустой кружок вокруг 40. Это значит, что 40 мы не включаем во множество. И теперь мы закрашиваем все значения, находящиеся слева от 40. Все числа меньше 40 и образуют множество значений, при которых это выражение верно. Значит, и вот это число, то есть число, максимально приближенное к 40, будет значением, удовлетворяющим данному неравенству. А вот 40 уже не будет. Вот почему здесь пустой кружок. Давайте решим еще одно неравенство. Предположим, х… я лучше буду писать вот здесь. Итак, х плюс 15 больше или равно минус 60. Обратите внимание, здесь у нас знак «больше или равно». Давайте решим это уравнение точно так же, как и предыдущее. Мы можем вычесть 15 из обеих частей неравенства. Давайте я немного по-другому запишу. Здесь я прибавляла 5 в одной строке. Но можно также прибавлять или отнимать снизу под этой строкой. Итак, минус 15 здесь и минус 15 здесь. В результате в левой части остается только х, 15 и минус 15 сокращаются. Значит, здесь будет х больше или равно… минус 60 минус 15 – это минус 75. И знак «больше или равно» не меняется. Если что-то больше или равно чему-то, и если мы от первого чего-то отнимем 15, и также 15 отнимаем от второго чего-то, то знак при этом как был больше или равно, так и остается. Значит, х больше или равно минус 75. Давайте изобразим ответ на числовой прямой. Допустим, здесь у нас будет минус 75, минус 74, минус 73. Здесь будет минус 76. Ну и так дальше. Согласно ответу, х должен быть больше или равен минус 75. Значит, х может быть равен минус 75. Значит, мы можем включить минус 75 во множество значений, удовлетворяющих этому неравенству. Мы закрасили кружок, так как х может быть равен минус 75, а может быть больше. Значит, мы закрашиваем и все значения, включая минус 75, находящиеся справа от минус 75. И я думаю, вы понимаете, что множество включает все, абсолютно все значения справа от минус 75. Это может быть и 1 миллион, и 1 миллиард. Это может быть любое число, которое больше минус 75. Следующий пример. Допустим, х минус 2 меньше или равен 1. Нам нужно найти все значения х, которые бы удовлетворяли этому неравенству. Чтобы изолировать х, мы должны избавиться от минус 2 в левой части. Поэтому мы прибавляем 2 к обеим частям неравенства. В левой части у нас остается только х. х будет меньше или равен… 1 плюс 2 – это 3. х меньше или равен 3. При любом значении х, которое меньше или равно 3, неравенство верно. Давайте изобразим наш ответ на числовой прямой, а потом проверим, действительно ли значения меньше 3 удовлетворяют этому неравенству. Давайте изобразим множество всех значений, при которых это выражение верно. Допустим, здесь будет 0, 1, 2, 3, 4, а здесь будет минус 1, минус 2. х должен быть меньше или равен 3. Поскольку х может быть равен 3, следовательно, здесь мы рисуем закрашенный кружок. И я закрашу все значения, которые удовлетворяют данному неравенству, все значения, которые меньше или равны 3. Давайте проверим. Допустим, если х равен 3, то здесь будет 3 минус 2, а это равно 1. Все верно. Здесь у нас знак «больше или равно», а 1 равна 1. Следовательно, вы можете подставить в неравенство любое число из этого промежутка, число, которое меньше 3. Давайте решим еще одно неравенство. Предположим, что х минус 32 меньше или равен 0. Мы делаем то же самое, что в предыдущих примерах. Давайте прибавим 32 к обеим частям неравенства. Здесь тоже плюс 32. В левой части у нас останется только х. х меньше или равен 32. Согласитесь, довольно просто. Давайте изобразим это множество значений на числовую прямую. Итак, здесь будет 32, 33, а здесь 31 и т.д. Но во множество значений, удовлетворяющих данному неравенству, входят все числа, меньше или равные 32. Следовательно, мы закрашиваем все значения меньше 32, т.е. находящиеся слева от 32. Мы закрасили этот кружок, т.е. мы включили 32 во множество значений, при которых неравенство верно из-за этого знака. Это знак меньше или равно. В первом примере был знак меньше, поэтому здесь пустой кружок. Число 40 не входило во множество значений, удовлетворяющих неравенству. На этом все. До скорой встречи!